Братья и сестры, мы будем продолжать с вами изучать послание Колоссянам и сегодня последний пробовать в разделе «Ослужители церкви». Сегодня мы в последний раз, ну не последний вообще, да, вот именно по этому тексту будем рассуждать с вами о служении, о служителе, о его качестве, характеристике, которые мы видим на примере апостола Павла. Я попрошу вам раздать, ну, наверное, начните, те, кто понимает по-русски письмена, если останется, можно оставить потом приезжим гостям, которые не понимают русские письма, не думают, что там, если переводчики. Кстати, знаете, недавно просматривал текст, который мы раньше с вами изучали. Помните, что Павел говорит, что есть тайна Божия, Христос в нас, язычник, обитает. И мы с вами говорили, что мы являемся храмом Духа Святого. Вы знаете, я думаю, все, наверное, видели рекламу, я не помню, что там рекламируют, там будет такой текст, что если вы еще опеливаете, то мы идем к вам. Слышали такое рекламу? И помните, мы говорили, что вы являетесь храмом Духа Святого. Раньше в Ветхом Завете люди, чтобы соприкоснуться с Богом, чтобы познать Бога, им нужно было идти в храм. А мы говорили с вами, что теперь вы являетесь храмом, и если вы хотите, чтобы кто-то узнал о Боге, что нужно сделать? Прийти к Нему, да? Вы же храм, и в вас обитает Дух Святой, чтобы человек соприкоснулся с Богом, что нужно сделать? Вы должны прийти к Нему, так или нет? Ну, что вы так? Да. Должно быть так хотя бы, да, скажите, если вы испугались за свою жизнь, что у вас так не получается. Итак, слог у нас какой? Если вы еще не знаете Бога, то мы идем к вам, да? У нас тоже может быть и должен быть. Хорошо, сегодня мы будем с вами читать вторую главу. Прочитаем первых пять стихов. Ну, там с третьего, с второго стиха уже речь будет касаться уже церкви. Сейчас мы еще будем разбирать о служителе церкви, да? Какая есть потребность у церкви, чтобы были хорошие служители. И вторая часть вот этого текста, мы будем еще раз с вами изучать ее в следующий раз, но там уже будет речь идти не о служителе церкви, а о том, в чем нуждается сама церковь, в чем нуждаются возрожденные верующие, христиане. Ну, перед тем, как мы прочитаем, давайте мы встанем, прочитаем, потом поможем, чтобы Бог нам открыл понимание вот этого текста писания. Давайте мы встанем, будем читать вторая глава «Посланник Колосянам», первые пять стихов. Апостол Павел пишет, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владяки и ираполи, и ради всех, кто не видел лица моего в облоте, чтобы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища, премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не присел вас вкратчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость вашей веры в Христа. Аминь. Господь наш и Бог наш, я прошу тебя, чтобы ты благословил нас, чтобы ты открыл нашу духовную очередь, чтобы нам понимать вот этот текст. Я прошу все, чтобы ты согрыл все истины, которые нам необходимы. Я прошу, чтобы ты открыл нам, но чтобы они стали понятными для нас. Боже, и самое главное прошу, чтобы они не просто стали понятными для нашего разума, но чтобы мы всем сердцем приняли их, Господи, и чтобы ты изменил нас и научил, чтобы эта истина повлияла на нашу жизнь. Благослови, чтобы у нас хватало мужества применять это в своей жизни, чтобы мы не были слушаем и забывшими, но были исполнителями Слова Твоего. Мы просим прославься, наш чудный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь, дорогие друзья, самое первое, что мы видим в этой стихе. Павел пишет, желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые глазики и рапали. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, пишет церквям, которые ни разу его в оплоте не видели, он ни разу там не был, они не были лично знакомы. Он только слышал, к нему пришел, и попросил рассказывать о церквях и о том, какие у них радости, какие трудности. И вы знаете, поразительно, Павел ни разу не видел этих людей. Но если мы будем читать с вами первую главу и этот текст, мы увидим, что Павел непрестанно и очень много молится за тех братьев, которые он даже ни разу не видел. И мы видим здесь, что служитель Божий, и служитель Божий должен являться примером ходатайственной молитвы. В ваших конспектах они не только вам даны как веер, но вы также можете записать. Там первый пункт. Служитель Божий является примером ходатайственной молитвы. Если мы прочитаем первую главу, смотрите, о чем Павел пишет. Третий стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога. Что такое благодарим Бога? Это молитва. Павел в молитве благодарит Бога, Отца, Господа нашего Иисуса Христа. И он говорит, всегда молясь о вас, услышав о вере вашего в Христа Иисуса, он услышал от гипофраза, что есть в Колоссах, в Иераполе, есть верующие, которые являются христианами, которые уверовали во Христа. Он их ни разу не видел, но он начинает молиться за них. И он начинает ходатайствовать. Если вы прочитаете молитву, вы знаете, очень сильная молитва. И Павел в 9 стихе, поэтому мы с того дня, как об этом услышали, не переставим молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождаемо, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой, помогущейству славой, во всяком терпении, великодушии и с радостью. Павел является примером служителя. Служитель Божий, он молится. А почему он молится? Потому что он понимает, осознает, что его сил недостаточно. Он понимает, что начавшее у вас доброе дело будет совершать до дня явления Иисуса Христа. Что Бог будет производить свою работу по молитве. И Павел молится и понимает, что он находится в духовной броне. Он находится в духовной войне. И в этой войне он ведет сражение. Вы знаете, удивительно, название сегодняшней проповеди, я его закладывал так, «Стань героем». И мы сегодня с вами будем об этом говорить. Апостол Павел был служителем, был примером, и он был героем своего времени. Но герой не такой, как был герой в Древней Греции, с другой мотивацией, с другой целью. Павел был героем. Он находится в тюрьме. Вы знаете, он был авторитетной личностью. И он до сих пор является одной из самых авторитетных личностей среди христиан, и не только. И вы посмотрите, человек, который идет впереди, да, авангард, он апостол и язычник. Ему открыты многие тайны. Он в откровении, да, находился на третьем небе. Он говорит об этом. Мы знаем, великие чудеса Бог творил через него. И Павел был очень авторитетной личностью. Он был героем своего времени. И верующие люди смотрели на него, и стремились так же знать Писание, так же молиться, так же служить Богу. Беззаветно, знаете, самозабвенно, отреченно от желания для себя чего-то извлечь из этой жизни. Верующие смотрели, восторгались, и вдохновляли, чтобы так же жить, так и поступать. И вдруг апостол Павел, этот муж веры, этот герой веры, он попадает в тюрьму. Его обвиняет, он требует сюда кесаря, и находится в тюрьме. Представьте, что могло, вот как могла эта ситуация отразиться на вере братьев и сестер, которые только пошли за Христом, которые были в церквях, они вот еще говорили о Павле, и вдруг Павел сидит в тюрьме. Какие вопросы? Где был Бог? Какой же Он всемогущий? Как Он мог допустить такое? Почему тот, которого мы нуждаемся, через которого Он намного открывает истины и утверждает нас вере, вдруг попал в тюрьму, и находится в таких обстоятельствах? Я думаю, эта ситуация могла спровоцировать верующих на то, чтобы они соблазнились, на то, чтобы они остановились, засомневались. Но вы знаете, Павел когда пишет, и говорит, желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас. Павел говорит, я не опустил руки, я не попал в тюрьму, на этом все не закончено. Я совершаю подвиг. Это слово, которое нам перекрывает подвиг, но в прямой переводится как борьба. И оно в коре себе имеет, огонь, да? Павел говорит, я сражаюсь ради вас, я не опустил руки, я буду продолжать, и находясь в заточении, я буду продолжать поклоняться Богу и утверждать вас, и чтобы вы смотрели на меня, как я поклоняюсь и служу Богу, чтобы вы не охладили свою веру, чтобы вы не соблазнились, чтобы вы не остановились. Павел говорит, у меня такие обстоятельства, которые вы смогли спровоцировать, чтобы вы засомневались в любви Божьей, в его могуществе, силе, не сомневайтесь. В этих обстоятельствах это не конец, это продолжение битвы, и я в ней сражаюсь. Сражаюсь стоя на коленях, сражаюсь... Вот когда Павел писал эти письма, утверждая братьев и сестер, по всему миру так дальше не мог. И вы знаете, мы должны понимать, у нас должно быть с вами правильное представление и правильное понимание нашей жизни. Бывают трудности, мы можем сомневаться в Боге, нам может показаться, что что-то не так идет. Мы вдруг разочаровались в каком-то человеке, который был для нас авторитетом, но мы должны понимать, что Бог у нас не оставляет никаких обстоятельств. И мы видим, что в примере апостола Павла, он в этих обстоятельствах остается верным Богом. И это будет второй наш тезис, но мы к первому немножко вернемся. Он продолжал эту битву, он продолжал эту борьбу, стоя на коленях. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы также с вами были служителями Божьими, чтобы мы в ходатайственную молитву встали в этом проломе. Интересный текст у пророка Иезекииля, в 22 главе 30 стих. Бог говорит, «Искал я у них человека, которому бы поставил стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Бог искал человека, который поставил бы стену в молитве и стал бы в проломе, стал бы ходатайствовать за эту землю, чтобы я не погубил ее. Смотрите, что Бог говорит, «Но я не нашел такого человека». Павел, находясь в тюрьме, он стоял в проломе за церковь Божию, которую он даже людей ни разу не видел. Вот мы сегодня слышали свидетельство Вениамина. Вы хоть раз видели, были в Петрозаводске? Я не был. В Карелии были, а там есть церковь. Что мешает нам стоять в проломе за этой церковью? Вы знаете, церковь по всему миру. Я не говорю, чтобы только молиться за других, мы должны за свою церковь молиться, но также молиться за церковь Божию. Церковь Божия не заканчивается там в Булуковской 156, как мы называем, источник жизни. Церковь Божия по всей земле. Если ты служитель Божий, ты должен понимать, молись, и Дух Святой нас будет вести в этой молитве. Павел ни разу не видел верующих в колоссах, в Иераполе, но он молился за них, пишет, что они пристанут, всякий раз о них вспоминают. Я думаю, он не врал, не обманывал. Если мы служители Божии, мы также должны стоять в ходатайственной молитве. Знаете, ставить эту стену, стоять в проломе за семью, за неверующих родственников. Молиться и быть ходатайами за церковь, за нужный церковный, за служителей, чтобы мы проповедовали и развивались как церковь. За церковь не только здесь, по всему лицу земли. Кого-то знает, Дух Святой вам будет давать в молитвах напоминание о ком молиться и о чем молиться. Братья и сестры, если мы служители Божьи, мы должны стремиться, как апостол Павел, быть молитвенниками, быть ходатами и представить пред Богом. И вот в ходатайственной молитве защищать, ставить эту стену и молиться за тех, кто нуждается в поддержке. И это понимание служителя, что это не он своими руками все совершает. Если бы апостол Павел так думал, он не молился бы, он бы не потребовал сюда кесаря, может быть, и он дал взятку, откупился бы и пошел проповедовать здесь. Он думал, что только он может утвердить, но он понимал, что это действие, которое совершает Бог. И он понимал, даже если он является авторитетом и героем своего веры, и героем веры своего времени, он понимал, что если даже его лишат жизни, если он будет в тюрьме, но Бог будет это совершать. И поэтому он молился, и поэтому он стоял в проломе, и он понимал, что Божья благодать и Божья сила и сам Бог, Духом Святым, будет это совершать. Второе. У нас, в наших аспектах, пожалуйста, записывайте пропущенное слово. Служитель Божий является примером стойкости. Мы с вами читали, и здесь видим, что Павел, находясь в этих обстоятельствах, сидя в тюрьме, он, во-первых, не сокрушается. Он остается верен Богу. Он проявляет эту стойкость, и даже находясь там, в тюрьме, он продолжает свое служение. Интересно, когда мы читаем другие послания, мы видим, что к нему приходили, у него был такой домашний арест, можно было приходить. Интересно, что он общался, мы знаем, что привет придавался притории из царского, из императорского дома. Бог через эти обстоятельства позволил ему свидетельств и императору находиться в тогдашних условиях, в самой верховной власти, знать им, в Римской империи. Бог дал ему возможность свидетельствовать и быть там свидетельным. И находясь в тюрьме, мы уже говорили, он молился, хататайствовал за церкви, за братьев с церкви, которых даже он ни разу не видел, тем более за тех, которых он видел. Вы, если дома будете тихо время читать, вы там встретите тексты, да, Павел пишет, что он молился за Тимофея. Постоянно, не пристанно, вспоминал о нем, то, что он поручил ему служение. И Павел вспоминал всегда о нем в молитвах и молился, чтобы он совершал то, к чему был призван Богом. И мы видим вот этот пример стойкости Павла. И вы знаете, вот можно по-разному себя вести, когда ты попал в трудное обстоятельство. Можно распустить нюни, можно расплакать, сказать, Господь, где ты почему оставил? А можно, как апостол Павел, сжать веру в кулак, говорить, а Господь со мной здесь, а я здесь можем проповедовать, а я здесь останусь верным ему. И вы знаете, мы с вами призваны не только думать о себе. Служитель Божий, можно с вами говорить раньше, служитель, значит, что он служит, он живет для других. Когда-то на кончится трудно, как стать, не думать только о себе, отвергнуть от себя, от этого эгоизма, как мне больно, как мне жалко. Вы знаете, в таком состоянии обычно мы, ну, знаете, вот раскисаем. Ой, меня никто не понимает, ни одному так плохо. А Павел о чем думает? Он пишет, мы здесь читаем, чтобы утешились сердца их. Вот я совершаю этот подвиг, я терплю, я это преодолеваю. Для чего? Не для того, чтобы мне было хорошо, мне тяжко от этого, мне больно, мне тяжело, но я это делаю и буду оставаться верным, буду проявлять стойкость относительно по отношению к Богу, по отношению к вере. Для чего? Чтобы утешить ваши сердца, чтобы они, соединенные в любви, смогли познавать тайну Бога и Отца. Слушитель Божий, он не думает только о себе. Когда ты находишься в трудных обстоятельствах, ты не только о себе думаешь. Через эти обстоятельства ты или утвердишь братьев и сестер, которые вокруг тебя, или ты станешь соблазном и претеноменем для них. Подумай. Братья и сестры, которые вокруг них рядом с тобой, смотря на твои трудности, смотря на то, как ты ведешь себя в этих трудностях, они утешаются, они утверждаются вере, или они соблазняются, или они становятся работниками, которые ропщат, ропщат и ропщат. Мы признаем к тому, чтобы утверждать братьев и сестер в искушениях. И вы знаете, часто бывает, мы с вами не святые люди, бывают конфликты, бывают трудные обстоятельства. Я недавно беседовал, и пришел человек, спрашивает советы, как поступить. Поссорился, поругался, конфликт. И верующие люди, это не те, которые ни разу не конфликтуют, но которые даже, если бы конфликтовали, потом идут и примеряются. Если надо, если виноваты, просят прощения. Если не были виноваты, приходят и говорят, я не желаю тебе зла, я хочу оставаться с тобой в мире, пускай Бог тебя благословит, и я в чем могу тебе помогу. Мы должны понимать, что мы не сохранены с вами, не избавлены от проблем и от конфликтов. Они будут в нашей жизни. Но если ты христианин, у тебя будут искушения, будут трудности. Как ты себя поведешь? Как человек, который не знает Бога, будешь роптать, предъявлять Богу претензии, или проявишь стойки, скажешь, Господи, я знаю, что ты просто так меня не оставишь в этой госси. Ты проведешь. Я прошу, ты еще через мои трудности, утверди, и утешь братьев, и все, которые находятся вокруг меня, которые сказали бы, да я еще так не страдал, как он. А смотрел в трудности, вверен остается, не ропчет, дальше идет, служит, его не поколебали, тем статистом, почему я разнылся, почему ко мне это приходит, почему я могу так же стоять, как он стоит. Братья и сестры, вас постигло искушение человеческое, прояви стойкость, ты и сам утвердишься вере, да еще поможешь братьям и сердцам вокруг тебя, также оставаться верными, стремиться за Богом. Вы знаете, Александр Букидонский, великий полководец, был такой случай, в его баталиях военных, он хитрость применел, он решил сократить, он преследовал армию, которую он уже победил, да, она отступала, и он решил сократить путь и пройти через пустыню. Путь был жесточайший, я там не помню, 300 километров нужно было идти по пустыне, вот они идут, войска, уже все изныли, жажду, воды нету, он думал, что они быстро преодолеют, но мы знаем, что пустыня, это такая обстановка, когда много всяких трудностей, бури бывает и все. И вот, когда его войск уже находилось в таком состоянии отчаяния, когда еще нужно было идти, воды не было, и все уже были от жажды, от усталости, уже, знаете, такой зной был, жесточайший в пустыне, и они были уже измотрены, и уже готовы были, знаете, поднять бунт. И вдруг, к Микедонскому подходит солдат, они нашли где-то воду, и он в шлеме пригласит ему воду, и протягивает ему. Он берет эту воду, в шлеме, смотрит на нее, выливает песок, и говорит, одному слишком много, а всем не хватит. И вы знаете, солдаты, которые находились рядом, они увидели, что их полководец, их герой, их вождь, олицетворил себя со всем народом. Он не выпил, как мог это сделать, ему никто ничего за это не сказал. Но он посмотрел, то, что он один может напиться, а его солдаты не смогут утолить свою жажду. Он посмотрел, он сказал, для одного слишком много, а для всех слишком мало. Взял и выпил. А вы знаете, что после этого? солдаты закричали. Они стали воздавать славу своему полководцу, они говорили, мы ради тебя, Александр, готовы умереть здесь в этой кустыне и пойдем. И знаете, этот поступок Александр предал своим солдатам, он их вдохновил до стойкости и вдохновил их так, что они преодолели этот путь, и потом это было действительно внезапно, если такой для их врагов, и они одержали победу. Брат или сестра, если сегодня ты находишься в трудных обстоятельствах, не думай только о себе, подумай о браке-сетрах, который вокруг тебя находится. Как ты себя поведешь? От этого многое зависит. Утверди, что брать и полисестер, и они вдохновятся не ради тебя, не твоей силы, а силы Божьей, и пойдут дальше преодолевать эти трудности. И решили, как ты разноются, сядут, и будем мы роптать и вопрошать Бога, почему Он нас привел в такие обстоятельства. Поэтому я вам хочу сказать, вот этот девиз пускай будет, никогда не сдавайся. Веди за Христом, иди за Христом, и веди за собой людей также за Христом. Поэтому мы должны быть примером стойкости. Третьим, мы здесь видим, Павел пишет, что его желание, чтобы верующие в этих церквях, они утешились, их сердца, соединенные в любви. Для чего? Чтобы они познавали Бога, да? Чтобы они исполнились вот познанием всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца. И вы знаете, для чего это нужно? Когда ты правильно понимаешь, когда у тебя правильно богословие, уже много раз об этом говорили, ты по-другому начинаешь воспринимать ситуацию. Если ты веришь, что Бог не может послать тебе зла, ты веришь в это? Может ли быть обстоятельство в твоей жизни, которое является злом для тебя? Не могут. Почему? Потому что мы еще верим, что Бог все знающий, вездесущий. Он любит тебя и зло не посылает. И помните, мне очень нравится самый яркий пример Яков, когда братья продали его в рабство. И потом, когда он спас их, и не только их, но тогда же и весь мир, он сказал, вы умышляли зло, но Бог обратил что? В добро. Мы должны понимать, что Бог нам не может послать зло. Он допускает дьявола, который нам зло посылает. Но он допускает настолько, что мы можем с вами преодолеть искушение, искушение преодолеть и пройти. Брата или сестра, если ты правильно понимаешь, что у тебя правильно богословие, ты понимаешь, что Бог вездесущий, всемогущий, Он есть любовь. Ты будешь знать, что нет зла в твоей жизни от Бога по словам. Есть испытания, есть трудности. Но Бог контролирует так, чтобы это не было злом для тебя, а чтобы это зло, которое умышляет дьявол, превратилось для тебя в добро. Если ты так понимаешь эти, у тебя правильно богословие, ты будешь более легко преодолевать эти испытания. Почему? Потому что ты будешь понимать, сверх сил Бог не даст, если я совсем из не могу, Он пошлюет мне поддержку. Он поддержит, Он проведет. И все эти испытания, которые нам кажутся великими, а как апостолы Петр и Павел пишут, при кроковременном страдании вашем, да, соделают нас непоколебимыми. Мы должны понимать, что мы должны быть примером верности убеждений. Мы должны быть верными своим убеждениям. Потому что, знаете, наше убеждение, это легко сказать, о, Бог меня любит. Когда ты попал в трудности, ты так же легко кричишь, Бог меня любит. Или твои убеждения, они начинают испытывать на себе такое, знаете, давление, не зарождается ли сомнение. Оставайся верен в свои убеждения. Если ты сейчас веришь, что Бог любит, если ты сейчас веришь, что Он всемогущий, вездесущий, и в искушениях, воспитая их, оставайся верен в свои убеждения. Потому что эти убеждения приведут тебя к победе. Павел в этих обстоятельствах, он понимал, что он находится в заточении. Да, это вроде бы плохо со стороны. Люди, которые христиане, молодые, у них не было еще правильных убеждений, они могли бы соблазниться, сказать, ну, ты где Бог, что-то не то происходит. Но Павел говорит, я продолжаю эту войну, я не кусил руки, я борюсь, я подвиг совершаю. На этом еще ничего не закончено. Продолжается битва, и мы в этой битве победим. У нас должно быть правильное убеждение. Он делает все, чтобы у верующих было, но у него-то были эти убеждения, и он оставался им верен. Даже в самых трудных испытаниях мы знаем, что апостол Павел все-таки был казнен, да, и претерпел мученическую смерть, но до конца он был верен своим убеждениям, и он умирал, не боясь, потому что мы читаем послания и филиппийцам, и другие. Он говорит, я имею желание разрешиться быть за Христом. Для меня смерть что? Страх, потеря, для меня смерть приобретение. Почему? Я наконец встречусь с тем, ради которого я живу. И Павел не боялся, до конца. И вы знаете, что интересно? Верность убеждениям порождает верность в поступках. Если ты верен своим убеждениям о Боге, ты будешь верен Ему в своих поступках. Если у тебя правильное богословие, у тебя будет правильная жизнь, но оставайся верен тому, чему Бог тебя научил. Потому что верное убеждение, правильное богословие, библейское богословие помогает нам преодолевать все трудности. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его избавлению, все содействует. Козло ко благу. Аминь, братья и сестры, аминь. Верьте, это не только сейчас, когда может быть легко, когда вы на Паворе. Верьте, когда пойдешь в долину тени смертной. Верь, когда пойдешь в пустыне, как будут испытания, искушения. Пускай этот стих так глубоко проникнуло в сердце, что и тогда он даст тебе импульс, поддержку, и дух святой тем вдохновит оставаться в верном Богу в любых обстоятельствах. Итак, помните, у нас применение должно быть в жизни. Мы правильно верим и правильно с вами будем жить и правильно поступать. Нам необходимо в этом также утверждаться. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Верите в это? Верьте всегда. Зло Бог вам никогда не пошлет. Даже обстоятельства, которые кажутся вам злыми, недобрыми, тяжелыми для вас, это из любящих руки Бога. Я когда-то ехал с таксистом и свидетельствуем, мы разговаривали, и он, ну, говорила, как же, ну, бывает такие трудные обстоятельства, болезнь Бог посылает. Или он, ты знаешь, нам трудно воспринимать смертельные болезни, да, потому что мы живем и думаем только об этом земном. Если бы мы как Бог видели в рамках у нас был, мы рассматривали свою жизнь не с позиции только вот этой временной, 70, при большей крепости 80 лет, а с позиции вечности, мы бы так по-другому все понимали. Иногда нам нужно здесь пострадать, иногда нам нужна здесь боль, чтобы мы там потом порадовались. Здесь плачем, там возрадуемся. Мы хотим здесь радоваться, но подумай, задумайся. Ты живешь в мире, в котором полон греха. Если здесь только радоваться, ты знаешь, что у тебя неправильное представление о грехе будет. Ты знаешь, что не поймешь жертву Христа. Ты не примешь ее к себе. Ты потом жить будешь, пренебрегая ей. А таким образом тебе в Царстве Небесном делать нечего. Поэтому мы с вами должны понимать, что Бог допускает трудности и проблемы, потому что Он смотрит с позиции вечности. Эта жизнь, она для Него не так цена, как жизнь вечная. И мы должны это понимать. Нам Бог может забрать в тебя здоровье, работу, деньги, еще что-то, имущество, ради того, чтобы душа твоя не погибла здесь, а приобрела жизнь вечную. Поэтому давайте будем доверяться. И в трудностях будем оставаться верными своему убеждению. Четвертый пункт, который мы здесь видим. Павел управляет заботу. Он говорит, четвертый стих. Все их говорят для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкратчивыми словами. Он заботится. Я переживаю, что кто-то придет, да, и вкратчивыми словами будет вас убеждать не тому. Вкратчивые слова обычно исходят изнутри церкви. Я сейчас не провоцирую вас, чтобы вы начали друг друга подозревать, но всегда будьте на щеку. Помните такая смешная юмористическая история, когда пранк-пастор в церкви маленькая проповедует, а одна сестра всегда спит во время проповедки. Старенькая уже, в возрасте, обстанно засыпает. И он проповедует, уже не обращает внимания, чтобы совсем не огорчаться. И вдруг приехал в гости проповедник. И вот он проповедует, он смотрит, сестра сидит, не спит, вот с такими глазами смотрит на этого брата и каждое слово глотает и не засыпает. Он потом подходит в как-то собрание, вот там сестра дорогая, ну как это получается? Я проповедую, ты всегда спишь, от начала проповедки, как начинать, ты прям сразу чуть-чуть не в краб даешься, до конца проповеди спишь. А я приехал, какой-то вроде проповедник не лучше. Ты сидишь и не спишь, вот с такими глазами смотришь. Говорит, да сынок, тебе-то доверяешься, а вдруг что-нибудь то скажут. Вот так вот бывает. Но мы с вами должны бодрствовать всегда. Мы всегда должны быть начеку. Дьявол, он вкрадчивыми словами, он просто так не приходит. Он не приходит, я чертенок, бесенок с рожками, поверьте в меня, за ним так никто не пойдет. Он предстоит, как ангел света. Он искусственными словами пытается привести. Мы читаем в колоссовую церковь, представьте, дьяволу удалось верующих убедить, что Христос не является Богом. Что Он не обладает всей полнотой. Что недостаточно в Нем знания, недостаточно силы всего остального. Мы читали, изучали с вами 14 стиха, Павел просто утверждает, Он первенец, Он превыше всего, Он Творец. Ему все принадлежит. Здесь мы читаем, в Нем вся полнота, разумение, знания. Христа достаточны для всего. Вы только представьте, как дьявол вкрался через проповедников местных и утвердил верующих этой церкви, что Христа недостаточно, что нужно ангелам поклоняться, нужно еще что-то обрезаться, поститься, еще, еще для спасения. Этого недостаточно нам во Христа оказывается. А Павел здесь пишет, только Христос. Его одного достаточно для всего. Если мы знаем Его, в Нем есть вся полнота, разумение, знания, спасение только в Нем. Мы должны это понимать. Мы знаем, для чего нам нужен пост, да? Это духовное упражнение, не для спасения, оно необходимо нам, но без него нам во Христе все достаточно. Пост нам помогает именно познать все тайны Христа, да? Помогает нам приблизиться к Богу, чтобы открылись наши духовные глаза еще больше. Но мы будем читать интересный текст в конце этой главы, когда люди поклонились ангелам в этой церкви, постились. И это делали ради того, что им Христа как бы не хватало, было им достаточно. А ну, что таким образом они еще свою духовность повысят. А там, Павел, все бесполезно. Это против греховной природы просто, ну, семечки, это смешно, это ничего не действует. Но мы должны здесь понимать. И здесь мы видим четвертый пункт, у нас Павел проявляет пример попечения, пример заботы о верующих в этой церкви. Я переживаю, чтобы кто-то не вкрался. Смотрите, как забудется. Вы знаете, мне что-то поразительно, он не просто будет попечения на словах. Я вас вспоминаю в молитвах, вы мне нужны, я молюсь за вас. Если мы будем изучать, мы везде видим. Павел пишет в посаде римлянам в Каримской церкви. Он говорит, если кто-то брат соблазняется, он что, я мясо не буду есть во-первых. Так пишет Павел. Этого забота попечения не на словах, на деле. Он говорит, я ради того, чтобы чья-то совесть не пренебрегалась, чтобы кто-то в своей совести не умер и в него вера не было обращаться к Богу. Я ради этого откажусь от многого. И Павел, это не на словах. Он говорит, я за вас переживаю, чтобы кто-то к вам не вкрался и от Христа вас не отстранил или не убедил вас в чем-то другом, ложном, то, что Христа не является. Ради этого он заботится о них. Его забота, мне нравится, что он не просто на словах, а на деле. Он заботился, чтобы не то, что другие не стали соблазнами, но чтобы он также не был соблазнным для верующих. Брат или сестра, ты сегодня подумай о себе. Ты являешься соблазном или все-таки утверждением? Не просто твои слова, не просто елесть какая-то, а даже просто твое поведение, твоя одежда, твои слова, твоя жизнь. Она является соблазном или она к утверждению? Ради брата или сестры до какой степени ты готов пойти на какие-то жертвы для того, чтобы братья или сестры утвердились в церкви? Мы должны об этом думать. И мы видим здесь пример служитель церкви предмет попечения заботы не только о себе думают, но о других. Он думает, я говорю для того, чтобы кто-нибудь не принесли вас. Я заботюсь о вас. Павел говорит, я не себя выгораживаю, это не я хороший, не я на вороте. Я заботюсь, чтобы вам было хорошо. Сегодня о ком твоя забота? О себе или о других также ты заботишься. Но забота твоя должна быть не только на словах. Павел говорит, мясо не буду есть в обед. Нам запрещено есть мясо? Не запрещено, Бог разрешил. После потопа мы знаем, какие-то изменения произошли. Нам не видно, мы не жили ни до потопа, ни сразу после него. Но произошли изменения и Бог позволил есть мясо. Вегетарианцы могут быть в церкви. Могут, но это по своему чудачеству, да, мы так говорим. Бог не запрещает этого делать. Но если вдруг кто-то вдумает и мы приходим домой, он говорит, я мясо не ем, как бы, он считает, но там какое мясо? Не просто мясо, а идол жертвенное, необычное мясо. Вот это мясо принеслось идолам. И верующий думал, что покушает, и он будет участвовать в общении с иглами. И Павел говорит, на самом деле, мы знаем, что в этом мясе идол не живет. Ты можешь есть, и тебе ничего не будет. Но ты пришел в гости, тебе человек так говорит, это этого не делай, чтобы не соблазнился, как человек, потому что в того будет человек, который будет считать, что нельзя, такое мясо есть, потому что ты с иглами общаешься. И тогда, если его совесть будет при неближении находиться, у него веры не будет. Говорит, я знаю, что человек неправильно думает, он неправильно верит, но ради того, чтобы я не стал преткновением в его отношении с Богом, я откажусь от этого. Когда-то он осознает, поймет, ему будет вместе с ним кушать мясо, и ничего страшного в этом не будет. Но сейчас он не понимает, я не буду соблазном для него. Мы знаем в нашей культуре много всяких традиций, привычек, которые не имеют ничего общего с Библией. Но мы должны быть аккуратными. Бывает, мы должны обличать, как Иисус. Были много традиций, и Он специально делал наперекор, да? Он делал так, чтобы фарисеи не соблазнились, а задумались, что они неправильно делали. Но есть моменты, когда мы знаем текст описания у пророка Исаии, что Бог тросы на блогу не переломит, льна курящего не угасит. Поэтому мы должны быть аккуратными, наша забота должна быть забота о ближнем, да? И мы должны быть примером по печеньям. Сейчас нет времени до конца, но можно прочитать Галатом 2 главой. Апостол Петр пришел, и он стал соблазном. Да, он стал исполнить традицию и действующих христиан, и написано, он впал в лицемерие. И так, что соблазнились и язычники, которые стали христианами, для них это стало чем-то непонятным, как апостол пришел, ест с ними, потом вдруг приходит и действующий, он за стол не садится, потому что они язычники. И вдруг какой-то дно произошел. Апостол Павел увидел, и он встал и обречил Петра. Говорит, Петр, что ты делаешь? Ты своим поведением лицемерным, да, ты брать и сестер не утверждаешь, а ты приносишь им осадок, да, ты разочаровываешь их вере. Ты являешься не тем камнем, который должен утвердить церковь, а ты получаешься таким, являешься камнем предкровения, только в хорошем смысле. А вот именно в том, что церковь начинает делиться на ее действующих и язычников. Это так не должно быть. Таким образом нельзя поступать. И Павел заботился о том, чтобы церковь была едина, он обречал Петра для этого. Он сам, когда видел, что он может своим поведением повредить кому-то, он отказывался от такого поведения и так не поступал. И последний самый пункт служитель церкви Божией. Меня вот еще раз здесь поражает, смотрите, ибо хотя я отсутствую телом, пятый стих, но духом нахожусь с вами, радуюсь, видя ваше благоустройство и твердость веры вашего в Христа. Павел не был там. Может, я как будто с вами нахожусь. И вот мне нравится, вы знаете, так часто бывает, мне не нравится сектантство. Вот нас когда пытаются объявить, что мы сектанты, я наоборот вижу, что мы не сектанты. Сектант, когда мы, скажем таким образом, только наша церковь и другой не существует. Мы так говорим, у нас нет такого. Мы понимаем, что церковь Божия, мы не можем ее ограничить. Мы до конца не знаем, где она заканчивается. Границы церкви нам непонятны. Павел, он же не знал лично этих людей. Может быть, кто-то из них еле с чего увлечен был, еще что-то, да? Он старался их привести к истинной вере. Но мы видим, что он понимал, что он служитель не только церкви по месту, в коем он был, а для него церковь не имела границ. Мне очень нравится, что сегодня мы в собрании это очень хорошо видим. Молиться на немецком языке. Вчера были, вот, дедушка Света, да, он, когда был маленький, нас учили. Немцы враги, американцы враги. Сегодня мы в одной церкви, да, вместе поклоняемся Богу, братья и сестры, приветствуем друг друга, обнимаемся. Мы понимаем, что мы не враги никакие. Мы братья и сестры. Почему? Потому что у нас есть один отец общий, да? У нас есть Христос, чьей кровью мы объединены, мы теперь вместе являемся, как одна семья. Мы должны сами это понимать, и мы должны понимать, что церковь Божия не только в Тамбове, да? Она на самом деле везде. И вы будете так же и относитесь. Я знаю, некоторые бывают, они кроме своей церкви ничего не видят. Зачем нам реакцентр? Он там далеко. И там непонятно, с какого города присылают людей. Зачем нам об этом думать? Это церковь Божия. Это его царство. Она имеет границ. А зачем ехать куда-то туда? А вот у нас еще здесь мало. Если дух себя только побуждает, может быть, тебе мало, но тебя Бог здесь, обращает внимание, здесь делает. А кто-то он приехал, видите, Мениамин приехал, он откуда, да? С Флориды, Петрозаводск. Зачем? Зачем, если там церковь маленькая, куда мы поехали? 50 человек, к вам вам ехать. У себя там сначала сделано, а потом езжайте. Многие так говорят и угощают Духа Святого. Церковь Божия по всей земле. Если ты служитель Божий, ты будешь там служить, куда тебе Бог усылает. И не будешь, знаете, какие-то шоры одевать на себя. Вот так себя только здесь и больше никуда. Павел говорит, я у вас ни разу не был, я молюсь за вас. Я вам письма пишу. Я с вами физически не нахожусь, но Духом я с вами. Я и в вашей церкви. И мне бы хотелось, чтобы у нас было такое понимание, такое отношение. Мы с вами служители церкви, пятый пункт, Божьи. Церковь не Тамбовская, не Анатолия Павловича, не какая-то еще, не баптистская, да, а церковь Божья. Помните об этом всегда. Я каждый раз в лагере приезжают ребята, ну, в церковь, которые не ходят, мы не проповедуем баптизм. Когда прихожу, иногда общаюсь там с директором детского дома, мы еще куда приходим. Мы не проповедуем баптизм. У нас этого вообще нет. Мы проповедуем Христа. Так или нет? Вы когда приходите, говорите, вот баптисты такие-то, мы тот-то не делаем, это глупо. Это никому не поможет. Мы будем говорить о культуре баптистской, она не спасает, она не помогает. Проповедуйте Христа. И будьте служителем церкви не баптистской, а Божьей. Мы должны быть патриотами своей поместной церкви. Мы здесь должны переживать, служить, о ней заботиться. Но мы должны понимать, что церковь это, она не баптистская прежде всего, она церковь чья? Бога. Об этом помните. Не становитесь сектантами. Вы знаете, у нас должно быть правильное понимание, пускай вот видимые границы церкви в деминациях еще в чем-то. Не купируют настоящую церковь, истинную церковь Божию. Я сейчас не говорю, потому что не призывай к куменизму, начало уже заикаться, да, слово какое-то такое, что да, разные есть деминации, разные есть конфессии, если Бог тебя привел сюда, оставайся здесь веренному. Значит, он посчитал, что ты должен быть здесь. Но никогда не говоришь, что там нет церкви, что там нет возрожденных. Мы не знаем. Бог знает, где его дети, а где их нет. В какой стране есть, какой нет. Оставайся, если ты служитель Божий, оставайся служителем церкви Божьей, не какой-то конфессии, не просто в какой-то деминации, в стране, в городе. Я очень часто слышу, даже, мы говорим, мы поедем на основу церковь новую, а чем вы туда едете? Зачем это нужно? У нас здесь не хватает проповедников, хористов, певцов не хватает, а вы куда-то еще едете. Так Божья земля, и вот церковь везде. Если кого-то побуждает ехать, нужно ехать. И нужно помогать, и вместе это делать, и прославлять Бога там, где Он нас, чего Он нас призывает. Турус уже, которую Он нам оставил. Поэтому, пожалуйста, вспомните об этом. Уже временем многое, не хватает читать тексты, в Писании, может быть, запишите себе, очень хорошо в этом пункте прочитать Римлянам, 1 главу, с 9 по 15 стих, как Павел пишет, он говорит, я считаю себя должником всем. Я готов проповедовать варварам, скифам, всем, и вам, Римлянам, также я готов проповедовать. Поэтому мне хотелось, чтобы мы также к этому относились, к тому, чтобы мы не пытались как-то Церковь Божия ограничить, но служили там, где Он нас призывает. И последнее, теперь вывод из всего. Я хочу вас призвать, чтобы мы с вами становились героями. Название этой проповеди «Стань героем!» «Будь героем!» Это для тех, кто является. Но если кто-то из себя не считает героем, то вы станьте героем. Почему это важно? В наше время, на самом деле, очень мало героев. Они нам нужны. Но герои не как в мире. Не светские герои. Они ради чего делали? Чтобы они память в веках осталась. Мы героствуем для чего? О том, чтобы о Христе память в веках осталась. Так или нет? Мы героствуем, чтобы мое имя было написано здесь в табличках. Эту церковь построил тот-то, да, кафедру тот-то, и тот-то. Нет, не для этого. Эту проповедь кто-то тот-то сказал. Мы не для этого геройствуем. Мы геройствуем для того, чтобы Бог был известен, чтобы имя Божие прославилось в нашем поколении. И вы знаете, это очень важно. В наше время мало хороших примеров. Брат или сестра, как апостол Павел, стань героем в своем поколении. Будь примером для братьев и сестер. Как ты переносишь испытания. Как ты оснаешься, чтобы Бог уверен в трудностях. Как ты молишься. Стань героем. Пускай брать или сестры видят, как ты молишься и это вдохновит их на то, чтобы они еще прилежнее молились. Не покажи ради показухи, но пускай изучай Писание. Знаете, я когда пришел в церковь, я видел, как некоторые цитируют Писание. Ты говоришь о темах, и они тебе показывают, как в Библии об этом говорится. как можно так? И мне это вдохновляло, чтобы читать Библию, изучать ее. У меня были эти примеры, были эти герои. И я не за ними стремился, а за Христом. Но ты будь примером в молитве, в знании, в изучении Слова Божия, в жертвенности. Пускай братья и сестры видят, как ты жертвуешь своим временем, своей выгодой, жертвуешь своими деньгами. И чтобы это так же вдохновляло, побуждало других так же жить, так же жертвовать. Будь примером гостеприимства. Пришел человек, негде переночевать, братья и сестры в гости приехали. Предложи. Он говорит, у меня негде, у многих негде. А я видел примеры, когда негде приглашают, когда уходят спать к соседям, когда еще куда-то. Я видел эти примеры, и они вдохновляют на то, чтобы жить так же. Мне хотелось бы, чтобы наша церковь, это была церковь героев. Герои, некоторые своими прославляют, а герои, которых смотришь, и тебе хочется быть таким же. Герой, который показывает не себя, а Христа, и вдохновляет нас на дела святые. Ты, брат или сестра, думай не только о своем освящении, но думай о братьях и сестрах, которые окружают. И давайте мы хорошим, добрым примером будем вдохновлять друг друга на дела святые. Подумай сегодня. Твоя жизнь дать до сегодняшнего дня. Чем она являлась? Она являлась примером, который вдохновлял братьев и сестер и людей, не знающих Бога, стремиться к Богу, возрастать в Нем и служить Ему. Или ты был, наоборот, соблазном, человеком, поведение которого отталкивал людей от живой веры, от хорошего, доброго примера служения. Мне бы хотелось, чтобы сегодня каждый из нас сказал, Господи, я хочу быть героем, я хочу быть примером, я хочу так ревновать по Тебе, хочу так служить, так молиться, так быть посвящен Тебе, чтобы братья и сестры, смотря на меня, к Тебе потянулись, шли за Тобой и возрастали в Тебе. Поэтому, пожалуйста, брат и сестра, сегодня примет и решение стать героем, стать добрым, хорошим примером, который будет вдохновлять многих и многих братьев и сестер на дела святые, на жизнь, угодную Богу, для того, чтобы мы Его прославили, Его имя возвеличили, Ему поклонились. Война Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте поможем себе. Спасибо.